Добрый день Владимир Георгиевич, огромное вам спасибо за ваши труды. Благодаря вашим лекциям я получил полюбил пчел и занимаюсь их разведением. Я из Перми и выставляю пчел обычно 10 апреля, а главный взяток с 1 июля. Протяженность до месяца. В июне слабый поддерживающий взяток или вообще взятка нет, в зависимости от погоды. У меня к вам пару вопросов. Первый. Скажите, пожалуйста, как среднерусскую пчелу удержать от роения до 1 июня, чтобы по вашему методу сделать отводки и вывести маток? Второй вопрос. Какой наилучший размер ячейки вощины в средней русской пчелы? Гнездовая рамка. Сейчас уже продают вощину на 5,8. Может, нужно на 6 миллиметров? С уважением, Александр. Ух ты, вопросов сколько задал. Так, ну как удержать пчел от роения? Ну, в моей книге там все. У методики есть? У этих есть полные указания, как не допустить до роения. Вот. И среднерусские пчелы их можно содержать, что ни одного роя не будет. Вот. Соблюдать там в книге, это описано, все признаки. Ну, признаки. Ну, самое главное, загружать работы. То есть у вас эта семья, в этот поддерживающий взяток, должна отстроить, ну, как минимум 15 или 20 рамок. Он сильные семьи, когда работали в Ленинск-Кузнецком районе, там сильные семьи до 45 рамок отстраивали за сезон. Значит, когда загружен надстройкой сотов, то инстинкт постройки гнезда тормозит инстинкт роения. То есть, когда они много строят, то не роятся. Исключительно редко были семьи, которые и много строили, и роились. Это у меня было под Москвой в 52-м году. Одна семья, вот номер второй, я сейчас хорошо это ее помню, она больше всех строила, роилась. И роя работала, и она тоже, она больше всех отстроила. И до роения, и нисколько не снижала это. Единственное, что до роения она строила все с трутневыми ячейками, а потом, после того, как отроилась, стала строить соты с пчелиными ячейками. Теперь о размерах ячейки. Каждая пчелиная семья строит своего размера ячейки. Поэтому ващину выпускают, ну, 5,8. Это уже максимально дошли до этого. А 6-ти, это миллиметровая ширина ячейки, это было в Уфе, Баталовым, он начальник контора пчеловодства был в Уфе. Был отстроен 40 тонн такой вощины, и ее в производство пустили. И все пчеловоды начали от нее отказываться, потому что пчелы стали в них выводить труднее. Баталов это запустил в производство, потому что директор института пчеловодства Николай Михайлович Глушков собирался защитить докторскую диссертацию на широких ячейках. История такая. На Украине пчеловод, я его фамилию забыл, он сделал ващину с увеличенной ячейкой и об этом написал статью. И это, ну, институт пчеловодства ее не одобрил от работы, и этого, он не пчеловод был, а районный зоотехник по пчеловодству. Ее уволили с работы. А потом институт одумался и решил этого Глушков защитить на этом докторской диссертации. Но ему не удалось, природа прервала это. Николай Михайлович преждевременно ушел из жизни. Кремлевская больница не спасла его. Так что вот эту ячейку до бесконечности расширять не получится. Редактор субтитров А.Семкин